всем привет друзья с вами варчик итальянский премиум средний танк 8 уровня это не гайд не какие-то там обзоры на танк это просто впечатление от владения этим танком после получения трех отметок что я чувствовал какие фишки я на нем заметил что на нем стоит делать чего не стоит поехали для начала что вам нужно понять в этом танке у него очень медленно летит бэбэшка пробития достаточно но попадать на дистанции довольно таки тяжело 2 400 среднего урона на бэбэшках довольно таки легко делаются на этом танке если же мы собираемся играть на голде плюс он уходить в принципе будет но в маленький да он принципе на бэбэшках не сильно много фармит я лучше буду играть чуть меньше получать серебра но в удовольствие чем буду пыхтеть гореть и плакать но буду вывозить больше серебра так вот если мы заряжаем сюда голду то снаряд здесь голдовый подкалиберный 259 пробития бэбэшкой 212 но самое главное что подкалибер делает с нашим танком это то что скорость полета снаряда теперь возрастает в разы и стрелять с этого танка становится намного приятней тут даже не то что пробития стало больше это конечно хорошо но больше приятно что скорость снаряда голдового очень большая и для барабанного танка это приятно стрелять и попадать стоит ли играть на этом танке на допайке однозначно стоит два главных оружия этого танка это удобство и непонятность сколько снарядов это чудовище в тебя выпустит никто никогда не понимает сколько она еще может тебе насувать так вот чтобы удобность было лучше ставим сюда тут паек но какие минусы минусы конечно же каждый бой вы теряете серебро но это прям танк и принципе мне не жалко а второе это то что танк горит в борт и в корму поэтому снаряды вы всегда должны принимать лицом ни в коем разе не подставлять корм за 150 боев я загорелся примерно 3-4 раза я целенаправленно выставлял только лицо но по ощущениям за эти 150 боев в корму мне стреляли довольно таки мало поэтому если вы будете часто подставлять корму будете часто гореть но никто не отменял всякие перки на пожаротушение и пожаротушение за боны перки я еще качаю а боны жалко следующее что же у нас за такой чудной барабан как им пользоваться какие плюсы и минусы и фишки стрелять лучше всего по две пульки когда у вас барабан полностью заряжен старайтесь стрелять только первыми двумя пульками третью всегда держите про запас то есть последнюю пульку нужно отдавать если нужно добить врага либо если кто-то подставляется вы раздаете барабан и скорее всего вы пока что стрелять ни в кого не будете какой-то период времени успеете чуть-чуть зарядиться а если вы перестрелитесь в позиционках все нормально лучше одну пульку придерживайте последнюю чтобы не увеличивать время перезарядки еще я иногда делаю так едет какой-нибудь тяжелый танк по перекатке я понимаю что времени у меня пострелять по нему предостаточно я стреляю первую пуль у меня остается в барабане 2 я не стреляю остальные две жду заряжается одна пулька становится в барабане 3 пульки и я ему выдаю еще три пока он едет таким образом пока он едет я ему выдаю 4 не до барабан на четыре снаряда но опять же за всем нужно следить сколько пулек сколько у вас есть времени напрягает вас кто-то не напрягает может кто-то сейчас на вас вылететь а вы раздали все пульки у вас будет долгое кд первого снаряда она не прям таки сильно долгая но она чуточку дольше чем когда вы заряжаете последний снаряд ну это что это танчик очень удобный это вообще класс танк невысокий 9 градусов в н стабилизация отличная точность хорошая все то что я люблю плюс это средний танк и подвижность у него на уровне все отлично обожаю такие танки это получается какой-то зализанный приземистые 102 с непонятно кучерявым барабаном если зарядить в него дупоек и голду я думаю 2 500 3000 среднего урона можно делать легко после того как я зарядил голду у меня с 2 400 средуха уже до 2 600 поднялась и я думаю это не предел в чем же трудности для слабых игроков в этом танке в том что этот танк не простит вам ошибок подставите корму загоритесь высунетесь на заряженного врага он вам снесет лицо брони здесь нету практически никакой никаких цифр я вам в этом видосе рассказывать не буду просто запомните брони нет очень часто пробивается башня черкачем по голове поэтому какая нафиг броня корпус просто дыра если вас не пробили вам просто повезло очень благодарен что мне этот танчик подарили думаю буду кататься на этом танке еще очень много он мне понравился возможно продолжу даже после получения трех отметок кататься на лде дупоек я точно с него не сниму и что по поводу экипажа который качается и он якобы итальянский не значит ли это что я буду качать итальянскую ветку возможно я потихоньку начну ее качать но честно говоря после того как вышел патч на тест следующий в котором присутствует итальянская ветка и итальянская принципе нация только появляется в игре особое желание качать эту нацию нет она не плохая она не хорошая она просто обычная плюс еще модельки танков внешне на мой взгляд страшные восьмой девятый уровень просто какой-то вот десятый уровень чуточку на что-то похож но тоже какой-то мыльница расплющенной непонятно если я собираюсь это качать мне придется на это долго смотреть долго смотреть на уродские танчики такое плюс они не имба они просто нормальные пока что что будет дальше еще тест будет длиться долго их могут еще переделать как и в лучшую так и худшую сторону поэтому пока что непонятно с вами был варчик играть красиво пока